Дедушка Мороз, а мы пришли к Виктории. Вот девочка Виктория у нас лучший воспитатель года в Республике в целой. Представляешь? Давай пожелаем всего самого наилучшего. Прежде всего, поздравляем с таким большим праздником, потому что, ну, все-таки быть лучшим учителем года Республики это не каждому дано. Наша гордость. Поэтому поздравляем, желаем дальнейших успехов в этом году и в новом году, чтобы у вас все сложилось. Ну и удачи! И здоровья! И радости деток своих маленьких, малышей, умненьких. В Слуцке вновь лучший из лучших. В Центре детского творчества подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области». К победе мне помогла прийти идея. Мы участвовали в конкурсе профессионального мастерства у 4 года в номинации «Воспитатель» дошкольного образования. Конкурс был достаточно сложный. Было очень много этапов, которые удалось пройти. Мы прошли удачно и одержали победу. Педагогов-активистов Слуцкой районной организации профсоюза работников образования и науки приветствовала заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Наталья Чернышевич. Уважаемые друзья, от имени Слуцкого районного исполнительного комитета я рада приветствовать вас всех здесь, на нашем торжественной церемонии, вручение наград лучшим членам профсоюзного движения. Уже стало доброй традицией ежегодно проводить данный конкурс, в котором люди могут показать свое мастерство, развить таланты. И мне очень приятно, что наши Слуцчане принимают в этом участие. Приятно отметить, что в 2020 году победителем конкурса в сфере образования стала Слуцчанка Виктория Петровна Гяч. Виновницу торжества поздравляли самые почетные жители и гости Минской области. Сегодня мы чествуем мастера в области дошкольного образования. Признайтесь, это не просто ступень, это старт, это фундамент, это начало развития каждого из нас. И победа педагога Слуцкого района в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» говорит о том, что здесь на Слуцчане устойчивая система подготовки обучающихся. Именно здесь крепкие и фундаментальные знания. А победа на протяжении двух этапов конкурса «Республиканского мастерства» и присуждение звания «Лучший педагог в сфере дошкольного образования» коллегам Молодечнинского в прошлом периоде и в нынешнем Слуцкого районов говорит о том, что у нас в Центральном регионе действительно создана устойчивая система, устойчивая образовательная система, устойчивая система подготовки и сопровождения. Труд педагога бесценен. Посмотрите, сколько педагогов Слуцчане отмечены благодарностями и грамотами за плодотворную, профессиональную, общественную работу. Награждается победитель областного конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2020» Виктория Петровна, воспитатель дошкольного образования, дошкольного центра развития ребенка «Солнышко» города Слуцка. Слуцкий район является флагманом системы образования Минской области. Тому есть яркие подтверждения победы наших воспитанников и учащихся. Более 800 наград международного, областного и республиканского уровня наши учащиеся получили в конкурсах творческих, спортивных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах. Приятно отметить, что каждый год наши учащиеся имеют награды на Республиканской Олимпиаде. Каждый год учащиеся получают стопальные результаты. На сегодняшний момент мы активно участвуем в Республиканской акции «Наши дети». И, безусловно, совместно с Главным управлением спорта и туризма мы практически подошли к реализации нового проекта по поздравлению детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития. Мы понимаем, что ситуация эпидемиологическая поставила нас в непростые условия и поставила в том числе в непростые условия наших ребят. Но они хотят общения. И поэтому мы предлагаем им новую методику оздоровления ипотерапии. Общение с животными, общение с пони, общение с лошадью. Вот этот контакт, безусловно, подарит положительные эмоции. Это то новое, в чем нуждаются дети. Безусловно, в Малом зале Дворца Республики 5 января, опять-таки я анонсирую, мы ждем детей педагогических работников на нашей профсоюзной педагогической елке. Это будет большой-большой праздник. Безусловно, сегодня мы говорим об оздоровлении, о том, что каждый из нас, каждый из членов организации нуждается в дополнительном оздоровлении в связи с ситуацией по развитию инфекции COVID-19. И поэтому все санатории Федерации профсоюзов Беларуси ждут наших коллег для того, чтобы предоставить им оздоровительные услуги, для того, чтобы перезагрузить их. Мы дали старт развитию нового проекта. Это молодежно-профсоюзный парламент Минской области, который уже реализует свои инициативы. И я уверена, что аналогичные площадки, которые созданы во всех районах и городе Жодино, Минской области, будут иметь глубокое содержательное начало. Я предлагаю говорить о людях, молодых людях, о молодых специалистах. Я предлагаю раз от разу презентовать их опыт работы, потому что, безусловно, их практика вбирает в себе то лучшее, что было создано, и то, что накоплено нашими педагогами на протяжении десятков и сотен лет. И, безусловно, давайте говорить о нашей Белоруссии, о нашем образовании, давайте говорить о социальном партнерстве, потому что в этом наше единство, в этом наша сила. Мы с людьми и для людей. Обязательно поздравляем с наступающим Новым Годом. Желаем здоровья в наступающем году, чтобы все было по многу. И вот от Дедушки Мороза вот такой вот подарочек. Вот, чтобы вы согревались и сделали много еще добрых, полезных дел. Огромное-огромное спасибо. Но, безусловно, я хотела бы пожелать Дедушке Морозу, Снегурочке, чтобы вопреки всем пожеланиям взрослых и детей они исполнили самое заветное желание Случа. Пусть Сочина, как и вся Минская область, как и вся Республика Беларусь, будет мирной землей. Пусть в наших семьях царит покой, гармония, любовь и крепкое-крепкое здоровье. Вам огромное спасибо за профессионализм, огромное спасибо за поддержку не только коллег, но и детей. И уверена, что тот проект, который сегодня презентовали в Центре творчества детей и молодежи Слудского района, он найдет свое продолжение. Огромное спасибо за то, что вы есть. Огромное спасибо за вашу точную оценку происходящих событий. Конечно, хотел бы всех жителей города Слуцка и не только, и жителей всех республики поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать прежде всего в нашей настоящей ситуации это крепкого здоровья и идеи в жизни. Мне кажется, остальное все приложится. Дорогие коллеги, разрешите еще раз поздравить вас с наступающим Новым Годом. Дерзайте, творите, открывайте, достигайте, совершенствуйтесь, и вам покорятся любые вершины. Мы вместе с людьми и для людей.